Здесь у меня телеграм-канал, где я публикую медицинские информации, пишу о своем личной жизни, где я рассказываю, что я бегаю. Это рассказываю, потому что я призываю своих подписчиков, чтобы они тоже присоединились и начали бегать и вели здоровый образ жизни. Телеграм-канал «Дневник врача» Эрмек Исмаилов ведет уже пять лет, однако большую популярность он набрал за последние несколько месяцев. Ведь с появлением эпидемии в Кыргызстане многие граждане стали опасаться за свою жизнь и даже без надобности обращались в больницы. Разгрузка работы врачей, профилактика многих болезней, призыв к здоровому образу жизни – это лишь малая часть цели врачей, которые консультируют граждан в режиме онлайн. Я там больше выкладывал информативные материалы, которые помогали людям. Но во время пандемии мы с коллегами решили, что нужно помочь людям более оперативно. Потому что во время пика волны нового коронавируса 118 не успевало отвечать на вопросы, и мы решили, что мы будем помогать через телеграм-канал. И после этого у нас с 200 человек увеличилось количество подписчиков до 13 тысяч. Максимально было 13-14 тысяч человек. И мы совместно с коллегами, то есть там было около 30 человек врачей, и мы с ними помогали в это время проконсультировать и оказать какую-либо помощь. Так создалась новая группа консультаций врачей по COVID-19. Около 30 добровольных специалистов вызвались помогать каргызстанцам определить степень болезни и отделить симптомы от опасной инфекции. Здесь каждый задает вопрос, например, там не только COVID, например, у кого-то остеохондроз обнаружили, а здесь, например, Владимир пишет, что нужно консультация того-то специалиста. То есть это, можно сказать, направление к какому-то специалисту и экономия времени. За просвещение никто не платит, но во время пандемии, когда мы консультируем больных, благодаря нашим людям, которые там консультировались, они нам перечисляли деньги на Ельцом. Эти деньги я перечислил врачам, потом мы собирали врачей и устроили для них ужин, чтобы как бы оправдать, ну как бы сказать, это дополнительный стимул для врачей. Когда врачам платят за их услугу, они как бы довольны, ну не только довольны, они гордятся, что их оценивают в этом плане. Эти врачи не были друг с другом знакомы, но консультирование и поддержка населения сплотила их. Теперь они намерены и дальше, даже после победы над коронавирусом, заниматься онлайн-консультированием. А у Эрмека Измаилова свои планы на этот счет. По профессии я врач-общий хирург и ургентный терапевт. Я как бы оперирую и по ночам дежурю в реанимации, но я спустя годы, вот я уже седьмой год в этом году работаю, понял, что проблема не только в одном месте, то есть нужно более глобально подходить к проблемам, да, то есть мы как бы вроде бы лечим пациентов, но профилактику, предлечения мало кто делает, поэтому я решил заниматься просвещением, чтобы люди не доходили до операционного стола.